Формат такого общения не просто заседаний с привычными докладами и презентациями, скорее интерактив, который раскрывает характер и степень взаимодействия между участниками встречи, ветеранами комсомолы и пионерского движения разных лет и действующими молодежными лидерами. Различные мероприятия мы хотим продумать, потому что это будут и гражданско-патриотические мероприятия, это будут различные такие символичные, это будет посадка деревьев. Мы планируем, может быть, заложить какую-то молодежную капсулу. Мы хотим пообщаться в формате открытого диалога «Беларусья», который проходит по всей стране, по всей области. Мы хотим поговорить и узнать опыт старшего поколения, как в свое время они работали с молодежью, какая молодежь была в те времена, и поделиться уже своими проектами, потому что действительно в Беларусской республиканской союзе молодежи уже достаточно проектов. Открытый диалог – та площадка, где у выступающих есть возможность обсудить план мероприятий, посвященных столетию молодежного движения Беларуси, выдвинуть свежие идеи. Цель – общими усилиями выработать единую концепцию. Каким образом? Конечно, используя современный подход, но учитывая традиции и опыт прошлых лет. Мы стремились и верили в то, что мы создаем будущее, что мы работаем всегда с такой целью, чтобы людям жилось лучше и лучше. И у нас это, я думаю, в то время получалось, мы в это верили, потому что воочию мы видели, как строится наша страна, Советский Союз, как работает наша комсомольская организация, как выглядит наша Беларусь на фоне других союзных республик. И тогда часто говорили, если мы встречались в Москве, они говорили нам, белорусы – это люди со знаком качества. Симбиоз очень важен. Действительно, ветераны комсомольского движения имеют огромный опыт, и мы хотим этот опыт узнать и не забывать, потому что действительно каждый, кто находится в этом зале – это достойный человек, достойный гражданин нашей Брестской области. И мы считаем, что такие встречи очень важны. В ходе открытого диалога участники встречи не только обсудили план мероприятий и формат проведения областного праздника, но и поделились друг с другом своими воспоминаниями, а также стали участниками мини-выставки, на которой были представлены различные экспонаты и значки из личных архивов.